Божья милая сезония, Господи, помилуй меня, ищи славясь и решила Господи, Слава Тебе за эти идеи, которые Ты вобинарешь нам, а время нести этой жизни, чтобы готовились к встрече с Тобой. Тебе слава за все, Тебе святой, Боже. По силам работали. Как я делал, как я работал? Как это работало? Помоли потихонечку. Кто шел тяпкой, траву тяпал? Это я только видел. Траву тяпкой, кто тяпал шел здесь, прямо напротив Клушковых? Я один раз, один сон. Я же показал, как нести, на какой высоте. А этот, головой крутит идет, тяпка острая. Идешь, Саша, маленько смотреть. Ваши чады, так глядите, что они делают. Вот иду, глаза зажмурят, и... Но, молите, стоять ноги вместе. Что, подсказывать или что? Что такое стыдно за свою работу? Знаете? Да. Это когда плохо работа сделана, приходится унывать. И пройдут после этого. Сорняк так был и так и есть. Где тяпал, с чего, глаза закатил. А если это связано с чем-то, что еще человек будет работать, над чем ты работал, то он тебе благословение уже не даст. Вот эту мазилку, которую здесь делали, кто делал палку, которая мазать? Светочек. Я делал. Ты делал, да? Сбегай, привези ваниль. Я ничего не буду говорить, просто пока покажу. Я не могу за всем смотреть. Притом, у тебя нож, ты знаешь, что делать, и мука для чего. То есть, назначение вещей видно. Ласточка знает, вывели гнездо, она сейчас ловит и ловит уже. Вот это твоя работа. Мне хотелось так, в морду тебе прямо так вот взять и ссунуть. Это что? Только один из толку и готово дело. Он не знает, что это веревочка, что она будет дергаться, и какой гвоздик маленький взять. О, гвоздик, какой попал, так гвоздем шоркать. Бессовестный ты. Совершенно совести нет. И представь себе, у меня сколько делаем здесь, это, 6-12 столбов, мне надо помазать, и я хоть пальцем, хоть ладонью бери и машь. Почему? Потому что ты прикоснулся, не гоняй. Не стыда, ничего, если лезешь за стол. Ну вот оно, все. И вот этой палкой я шоркаю. Маленькие гвоздики есть, притом я сказал, сделай, заверни. Ну возьми как, у гвоздя еще шляпка есть, из картона или что. Прибей на разных концах. Готово дело взял. Вот она палка, все эти. Возьми ее на память. Представь, сколько я с ней возился. И каждый раз, когда ткнул, откнул палкой. На палке ничего не остается. Все идет мимо. Он никаких поехал кататься. Богу молишься. Ну эту-то вещь можешь надеть. Палку ты не делал. Не оскоблил ее, не отбил. Ну ладно, это такое и есть. Ладно. Мог отпилить, убрать, сучки, руки дерешь. Это ему разницы никакой нет. Тебе сколько лет? 28. Еще? 28. Ну можно зато научиться-то что. Ты знал для чего. Тем более, сколько мы уже тут работаем. Ты прекрасно знал это. И ты не мог не знать, что тряпка сама по себе, она держаться не может на этой веревочке. Каждый раз, Володя, оберни. Там один гвоздик прибей, другой со всех сторон сделал. Нет. Какие маленькие. Вот до вон они лежат. Вот такие вот гвоздики. Да со шляпкой-то забей. Да ее не тряпку и затрешь она никуда. Да чтобы она более между ними тряпку-то сделать, чтобы как волна была, чтобы больше она взяла с собой мазилку. Не просто натянул ее ровно. Натянул ничего и не будет. Ну платье-то гофрированное делаете-то. Ну вот так вот сделай ее, и чтобы она не падала, и везде прибей гвозик. На. На память. Ну сам посмотри, посмотри. Прикинь, поверни. Как ты мазать? Как я должен был мазать? Объясни. Она не работала, ничего сделал, в руки дал, сунул. Это называется вредительство. В сталинское время тебя взгноили сразу, а там бы тебе башку расколотили, если так делал бы. Потому что ты в мастерской, ты сделал, да, он пришел на работу, выполнить план не может, сколько надо. Он бы тебя нашел, он бы тебя месиво из головы сделал. Ты делай так, чтобы всем было понятно. Здесь был христианин. Христианин, который перед Богом отвечает. Вот оно и ответ. Ответ говорит. Избавил уныние от чего? От плохо сделанной работы. Святые там говорят другие, там прилог, там проще. У меня вывод здесь. От плохо сделанной работы. Всем уныние. Я не могу Бога благодарить за тебя, только думаю, Господи, выразуми ты его. Я не могу с торца помазать, не могу. Бью палкой здесь, она мимо идет, а стол надо с той стороны помазать. Иди положи на память себе, выразумись. Я не могу ничего сделать, власти никакой на тобой нет. Останься без обеда, по крайней мере. Вам понятно? Да. Ты шьешь, что-то делаешь, подметаешь, для Господа делаешь. У митрополита Григория Санкт-Петербургского есть такая маленькая книжечка «Один день святой жизни». Володя, знаешь, он ее себе переписал. Все, что ты делаешь для Бога, нянчишь ребенка. Наша мать, 12 детей все же было, и она говорила, самое трудное молиться и с детьми водиться. С детьми водиться. Это очень трудный момент. Очень трудный. Какую песню колыбельную петь? Как? Она это знала не менее одного класса. И она уже была, мать, совсем старая, и вспоминала, а у нас вот здесь были, Фрося была, ой, нехорошая Фрося. И она, вот, снопы делали, а потом там сайт, зуслана, с бригадиром зналася. Ну, он ей разрешал, мне, чем прийти, я, собственно, безусловно, снопы, которые мы нажали, она ставила, он ей засчитывал, ну, а, а, прося-то они, причем, прося рассчитывалась одним местом. И эта мать вспоминала все. Почему? Обида. Она рассказывала, когда, ну, какие вот такие девушки-то были, и там более зажиточные люди нанимали, один рыжебородый такой, старик был всегда суровый, а другой чернобородый. Ну, такой веселый, приятный человек, говорит. Но, мы, когда собираемся на работу, девчонки-то, денег-то надо, хоть что-то, хоть платок купить-то. Мы, говорит, старались попасть к именно кто-то, тот такой ласковый был, придет и засмеется, и все, оплатил мало, потому что они его баловались там, а эти, говорит, мы уже знали, что он не потерпит, он сразу выгонит. Мы там пластались, но платил так хорошо, мы, говорит, не только платок, а платье даже. А тогда по тем временам платье, где сурово этот рыжемородный ставил, он говорит, борода такая, как глянин, говорит, мы там боялись, а все к нему на работу шли. Вот весь ответ. Результат. Что толку, что он с тобой зубы скалит, а ничего нету? Простите, пожалуйста. Володя, проследи дальше, что будет. Это с этим не связано, я сумел сделать, иди зови его, пусть обедает. Кто-то, ну кто-то, ну сам сходи, наведил. Иди скажи сюда, становись. Мне тяжело на того года сегодня сколько собрел, мимо течет, одна палка, грязная там, в мазуте не возьмешь, отработка здесь машинная. Ну почему же было не сделать? Так принесли бы, вот сколько тряпок, я бы сделал. Взял и сунул. И гвоздик маленький, полно, при том гвоздиков маленьких, таких, я не знаю сколько, ну 50 тысяч есть примерно. Любую картоночку там съехать, сделала, приклеивай ты ее, дальше, чтобы держала она, да ее сделай гофрированной. Там мы будем, Володя, очень хорошее сделай. Сейчас там, в этом, я принес новые гвозди, такие вот такие маленькие, маленькие, купленные, их там, я не знаю, сотни-сотни гвоздей, чтобы, когда приедет бульдозер, то придется сильный, на второй мостик тащить, от бобров защищаться. Ну, бобру подсунуть, эту пакость, может быть, не будет грызть, а то ему готовим, все, скорой дать. Ну, вот и все. Ушел. Никуда не сказал, теперь не бежал домой где-нибудь. Идет, идет. Видишь так, а то говорят, без никаких роликов ваши скучные. Да, такой квач он сделал. Вот так, нету. Так, а мы все, столько, пятеро за ним, бегом, под руки его, защите, ждать, скажи, не будем. Вам есть надо, а ты, берите на руки, тащите его. Давай садись, съехай. Ты давай, работай, сделай, сделай, сделай. Все, заслужи. Две кошки, я за, за кого себя. Там стоит, двадцать капканов, только голубые. Где-то бы все улетели. И осталась одна пуска, не могу поймать. Володя, ну, знай, когда ты начал открывать гараж, и вокруг обойди, все, где они поднимаются на крышу. А когда ты ворота открыл, у меня свобода поднимается. Не связано ли все это с воротами? Ты открыл вход, и вокруг, который растут, новое, хотя бы на полметра, прорубись топориком маленьким. Там, те крапивы, двери, клен, убрать все. Лежнее. Садись, дорогой. Прилежно. Садись. Садись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова